Упаковка Тетропак, используемая для продажи соков и молочных продуктов, а также пропилен, из которого делают одноразовую посуду, теперь тоже получат вторую жизнь. Новшество внедрено на комплексах по переработке отходов компании РТ-Инвест, куда поступает мусор из Ленинского городского округа. Благодаря современным технологиям инженеры смогли обучить роботов распознавать и отделять эти материалы. Сотрудникам предприятия удалось настроить оптические сепараторы системы сверхчувствительных датчиков на сортировочных линиях таким образом, чтобы они не только улавливали нужный материал в автоматическом режиме, но и отсекали загрязненные, непригодные для дальнейшей переработки фракции. Увеличиваем количество отбираемых фракций. Конечно, очень важно отбирать, чтобы максимально то, что возможно в дальнейшем перерабатывать, чтобы оно не попадало на участки размещения отходов. А всему этому была предана вторая жизнь, скажем так, пущена в переработку. Из этого что-то бы получалось. Поэтому, конечно же, это, на мой взгляд, очень важная тема, очень важное событие для нас. Петропак состоит из четырех слоев бумаги, полиэтилена и фольги. Из-за этого и возникали сложности с его извлечением из объема отходов. А проблема с отсеиванием одноразовой посуды в том, что у нее небольшой вес. Петропак обычно разбирают на несколько фракций. Например, картонную часть, которая отделяется во время переработки, дальше перерабатывают в упрокартон, забирают. Например, полиэтилен, который в следующий слой идет, кетропаку подушки, который с фольгой, вот он идет в гранулы. Всего уже собрано более 80 тонн новых фракций. Полиэтилен с фольгой превращают в гранулы для производства композитных панелей, труб, скамеек и ручек. Из переработанной одноразовой посуды делают пластиковые корпусы для приборов, мечи, зонты и строительные панели.